За последние недели и месяцы ученые и специалисты в области солнечной физики пристально следят за нашим Солнцем, его поведением и изменениями. И вот в 2025 году, впервые за длительное время, индекс вспышечной активности достиг нуля. Показатель, который указывает на полное отсутствие зарегистрированных солнечных вспышек на стороне звезды, обращенной к Земле, это событие вызывает множество вопросов и вызывает особое внимание у ученых всего мира. Наука давно использует индекс вспышечной активности для отслеживания состояния солнечной поверхности, для предсказания возможных магнитных штормов, сбоев в спутниковых системах, радиосвязи и электросетях. Нулевое значение – редкое явление, которое обычно предшествует или сопровождается сложными и необычными событиями в солнечной активности. В этой статье мы разберемся, что означают такие показатели, почему они важны, как связаны с прошлым опытом и что ждать в ближайшем будущем. Это дает нам реальное представление о том, насколько динамичной и непредсказуемой является наша звезда, в некотором роде главный источник жизни на планете, и какие вызовы она может приносить человечеству. Перед тем, как углубиться в текущие события, важно понять самые базовые термины и концепции. Индекс вспышечной активности – это числовой показатель, который отражает количество и мощность солнечных вспышек, происходящих на поверхности Солнца за определенный промежуток времени. Этот индекс ведет свой отсчет от единиц до сотен и даже тысяч, в зависимости от силы и частоты солнечных событий. Он выступает как некий индикатор состояния солнечного цикла, наглядно показывающий Москве, насколько активно или наоборот спокойное в данный момент время. Во время максимума солнечного цикла, который происходит примерно раз в 11 лет, индекс вспышечной активности достигает сотен и иногда тысяч. Это говорит о высокой активизации магнитных полей, многочисленных солнечных вспышках, которые могут иметь глобальные последствия для Земли. В периоды минимальной активности этот показатель обычно приближается к нулю или очень низким значениям. На таких этапах наблюдается минимальное количество вспышек, магнитных бурь, и ситуация считается относительно спокойной. Значение этого индекса важно не только для ученых, но и для индустрии, спутниковых операторов, радиолюбителей, энергетических компаний, систем связи и безопасности. Знание текущего состояния солнечной активности помогает прогнозировать возможные сбои, предупреждать о магнитных штормах и планировать работу технологической инфраструктуры в краткосрочной перспективе. Кстати, индекс вспышечной активности не является единственным инструментом для мониторинга солнечной активности. Есть другие важные показатели, такие как геомагнитные индексы, космическая погода, солнечный радиационный фон, и все они в совокупности позволяют ученым составить комплексную картину текущего состояния звезды. Не впервой мы сталкиваемся с ситуациями, когда индекс вспышечной активности достигает нулевых значений, как в 2024 году, примерно 3-4 апреля. Тогда ученым впервые за длительный период удалось зафиксировать полное отсутствие солнечных вспышек на видимой стороне звезды. Тогда казалось, что звезда входит в фазу затишья, она утихает и переходит в периоды спокойствия. Однако, как показывает история, такие периоды могут быть достаточно короткими. Уже через месяц после этого наблюдался один из крупнейших в истории всплесков активности. В мае 2024 года на Солнце произошла мощная вспышка, которая сопровождалась выбросом корональных масс, огромных облаков плазмы и магнитных полей, движущихся со скоростью 100 км в секунду. Этот взрыв был настолько сильным, что буквально за несколько часов вызвал магнитные бури пятого уровня, высшую категорию и существующих классификаций. Такой всплеск не только привел к сбоям в работе спутников, навигационных систем, радиосвязи и электросетей, но и поставил под сомнение привычные представления о солнечной активности. Он показал, что даже периоды затишья не гарантия отсутствия опасных событий. Отслеживание и понимание таких процессов критически важно для предотвращения возможных разрушительных последствий. Эти циклы – напоминание о том, что Солнце – очень сложный и многогранный объект, в котором происходят постоянные магнитные переустройства и внезапные выбросы энергии. Анализ истории показывает, что иногда после относительной спокойной активности следует мощная волна солнечных штормов, которая может оказать значительное влияние на нашу планету. Таким образом, каждый такой цикл требует пристального внимания, глубокого анализа и постоянного мониторинга. И когда индекс достиг нуля, это не означает, что опасности миновали. Скорее, это предвестие следующего витка активности. Вернемся к текущему положению дел. В 2025 году индекс вспышечной активности снова упал до нуля и остается таким уже несколько дней. Это свидетельство того, что за последние 48 часов на видимой стороне Солнца не было зафиксировано ни одной солнечной вспышки. Такой показатель говорит о стабильном и весьма низком уровне активности. Пока что. Но важно учитывать то, что ученые не могут полностью оценить активность, происходящую на обратной стороне звезды. Пока космические аппараты, такие как NASA's Solar Dynamics Observatory или E.A.S. Solar and Heliosferic Observatory не имеют постоянной наблюдательной орбитальной позиции для отслеживания противоположной стороны Солнца, истинное состояние его внутренней и внешней магнитной структуры остается partially hidden. Это создает у специалистов ощущение высокой неопределенности. Однако большинство академиков и специалистов сходятся во мнении, что такие моменты тишины это не окончание активности, а скорее накопление магнитной энергии внутри солнечной короны. Внутри Солнца происходят сложные процессы. Магнитные поля накапливаются, стабилизируются и в конце концов разряжаются мощными вспышками. Главная роль таких промежутков в том, чтобы понять, когда именно произойдет следующий выброс энергии, предсказать сложно, и зачастую они происходят внезапно. Поэтому ученые считают, что скоро мы можем столкнуться с новыми вспышками, и эти события могут стать весьма мощными. Научная картина текущего времени показывает, что цикл солнечной активности очень динамичен и неуклонно меняется. В начале 2025 года Солнце подает противоречивые сигналы, которые затрудняют определение четких тенденций. Долгие периоды затишья сменяются быстрыми всплесками активности и обратно. Это связано с особенностями и неустойчивостью солнечного магнитного поля и внутреннего строения. Текущий солнечный цикл проявляется очень необычно, с сильными колебаниями и перекосами между максимумом и минимумом. В астрономии такие циклы называют нестабильными, и точно спрогнозировать их развитие очень сложно. Поэтому ученые используют сложные математические модели и наблюдательные данные, чтобы понимать возможные сценарии. Некоторые исследователи прогнозируют, что активность покатится вверх, звезда может снова выйти на пик, сопровождаемый мощными вспышками и геомагнитными бурями. Другие же считают, что цикл может зависнуть в состоянии низкой активности, и следующая волна ожидается через годы. В целом, для ученых важным остается наблюдение за глобальными индексами, магнитными полями и космическими сигналами. Это помогает понять текущий тренд. Но в условиях высокой динамики и изменчивости солнечной активности окончательных прогнозов не существует. Это создает поле для дальнейших исследований и новых открытий. Один из наиболее важных вопросов, как текущая солнечная активность скажется на нашей планете. Согласно последним данным, к Земле в ближайшие дни движутся новые крупные источники солнечной активности, так называемые активные области. Они могут стать источниками вспышек средней и высокой интенсивности. Что это означает? В случае мощных вспышек возможны воздействия в виде геомагнитных бурь, влияющих на работу спутников, навигационных систем, электросетей и даже на здоровье человека, может быть, по-моему, особенно у тех, кто чувствителен к магнитным полям. Обратите внимание, что ученые пока не могут точно сказать, когда именно произойдет очередная вспышка или насколько она будет сильной. Но предполагается, что активность будет повышаться, и ситуация может измениться очень быстро. В данный момент группа специалистов внимательно следит за новыми данными и уточняет прогнозы, когда появится возможность более точно определить локализацию и силу возможных солнечных штормов. Важной стратегией в таких случаях остается подготовка инфраструктуры и предупредительные меры для минимизации возможных последствий. И важно помнить, что в любой момент солнечные процессы могут перейти из спокойствия в бурю, и хотя мы и стараемся предсказывать эти события, вероятность неперега, непредсказуемых вспышек остается высокой. Летом 2025 года ученые зафиксировали несколько очень сильных взрывов на поверхности Солнца. Некоторые из них были настолько мощными, что даже удалены на противоположную сторону звезды, а потому было сложно установить их точную природу и последствия. Эти мощные вспышки, ранее проходившие почти незаметно для человеческой техники, сейчас представляют значительные сложности для прогноза. Иногда такие события удается фиксировать только через несколько часов или суток, так как аппараты, которые отслеживают солнечную активность, расположены так, что не видят полностью всей картины. В результате остается много вопросов. Почему некоторые взрывы настолько сильные, что достигают границ магнитных полей планеты? Какие механизмы запускают такие мощные процессы? И насколько они предсказуемы? Это вызывает живой интерес у ученых и астрономов. Они продолжают искать ответы и разрабатывать новые модели, учитывающие эти тайные всплески. Важный вывод. Солнечная активность остается наиболее сложной и непредсказуемой сферой астрономии. Несмотря на всю технику и знания, ее поведение зачастую вызывает удивление и требует постоянных усилий для пояснения. Что можно сказать в итоге? Нулевой индекс вспышечной активности на Солнце в 2025 году это не признак окончательного затишья или спокойствия навсегда. В научной практике подобные показатели могут выступать скорее как временные паузы, за которыми могут последовать новые, даже более мощные события. История знает много подобных случаев, когда после перерыва на активность наступали огромные солнечные бури, способные вызвать значительные сбои в работе устройств на Земле и даже повлиять на климаты. Наука продолжает внимательно наблюдать за нашим звездным соседом, разрабатывая новые способы отслеживания и прогнозирования солнечной активности. Важно помнить, наш путь к пониманию Солнца долгий и сложный, а перемены на нем происходят постоянно, и человек должен быть готов к любым сценариям. Такие события, как повышенная солнечная активность или внезапные выбросы высокой энергии, естественная часть жизни звезды, которая сопровождает нас уже миллиарды лет. Нам остается только адаптироваться, предвидеть и минимизировать возможные последствия. Следите за новостями, следите за космосом и будьте готовы к тому, что в любой момент Солнце может вновь стать очень активным, напоминая о своей большевище и непредсказуемости. Продолжение следует...